Поехали. Фамилию называть? Число, фамилию, имя, отчество. 26 марта 1911 год. Как вас зовут? Фадин Дмитрий Акиндинович. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, про предвоенные годы. Что надо рассказать? Про предвоенные годы. Предвоенные. Ага, значит, я учился в 13-й школе, я жил в Потаповском переулке, где чистые пруды. И там, в этой школе, ну, хулиганы были пацаны, потому что был рядом парк вот этот, с чистой пруды. Там все время драки такие. В общем, учительница говорит, придешь с родителями, с отцом или с матерью. И сказали матери, с команды пришла, говорит, знаешь что, говорит, с него ничего не получится. Они убегают с уроком, пусть он идет работать. А мне было 16 лет. А я, да, не был еще 16-й, да. И меня устроили, есть такой точь, измеритель бывший, это, за Курским вокзалом, нижние Саромятники. Так вы знаете, я вот приехал, когда пришел с фронта, и туда я попал, там сделали, ну, поехать на бутерки, значит, надо там пройти, там в очереди встать, да, все такое. Ну, я приехал, думаю, боже мой, я пойду сейчас, зайду, где я работал раньше. Значит, зашел, поднялся на второй этаж, конечно, все переделано, я уже не узнаю. Я говорю, девочки, здравствуйте, здравствуйте, а кто вы такой? Я вот так назвал, я говорю, вы знаете, что я пришел? Я ведь здесь работал. Как да? Я говорю, в 39-м году. Как это так? Я говорю, да так, как. А как же вы, куда же вы делитесь? Вот, я говорю, вам расскажу. Вот, работал я там до 41-го года, началась война. И все, кто работал, ну, старшие, там, 50, там, 40, там, всякие такие, все ушли в ополчение. А я, как, 16 лет, ну, что это так-то. А мне, это, пиндаля, я сказал, больше сюда не приходи, все, закрылись. Закрыли ворота, и все. И я ушел. Ну, соображений-то не было, что справочку-то взять, что я здесь работал-то. Так я когда спрашивал, они в один архив, в свой, в свой заводской, второй, нету. Я говорю, ну, что же, я птичка, что ли, заветал в форточку, что ли? Ну, что же, я пришел, ни с того, ни с сего назвал. Потому что идите в городской архив, там есть. Я говорю, знаете что, вы, пожалуйста, сделайте так, чтобы вы, нет, мы за вас сделать не будем. И, в общем, вот так, на этом и все кончилось. Ну, спасибо. А было ли у вас ощущение надвигающейся войны? А, ну, в общем, был уже такой изотаж, уже разговоры уже о Белоруссии, там уже менялись полководцы, там все такое. Какое-то оборону делали, это мы все слышали, потому что передавали, писали. Вот так вот и была напряженность такая, ну, никто же не видел, не слышал, ничего. Они сами-то Брестской крепости, когда посетил, они сами-то не знали, что началась война. А все провокации сказали не отвечать им. Они не отвечали, а потом как-то стали бомбить, и сразу узнали, что это война. Тогда информации-то мало было. То есть она складывалась исключительно из разговоров, да, которые были? Только из, вот именно, какие-то слухи бабы, вот так послушаешь, кто-то что говорит. Так что, тарелка была такая, радио-то. А больше же ничего не было, ни телевизоров, ничего. Понятно, спасибо. А что вы думали о войне в Испании, столкновении с Японией на Халкинголе в начале Второй мировой в Европе? А что могли? Мы же там не участвовали, не знаем, что там происходило. Ну, Япония-то у нас, вот, когда до Вены дошли, до Австрии, в Австрию у меня вот есть медаль. А там нас, говорят, все. И вдруг опять послали снаряды, все такое, приготовить, завозить. Говорю, что такое? Они говорят, нас перебрасывают на Японию. У нас в одно прекрасное время встали, построились. Я был на машине, на машине, на Катюше. И так поехали в Россию, в Одессу приехали. В Одессу приехали. Там есть такое село Страсбург. Немецкое, почему? Я что-то уже запамятливал, почему Страсбург. Вот, Одесса. Вот. И там мы расселились. Ну, прошло немножко недели, наверное. Говорят, что все, отменили на Японию. Там уже так войска хватает. Там так справиться без нас. Все, сдавайте технику. А вы же старики-то раньше ушли уже, их всех уже домой отправили, остались. Но мало-мало совсем. Меня вызывает Зеленчук, командир вот нашей. И говорит, а ты поедешь возить командующую 5-й воздушной армии? Я говорю, как же я пойду, когда я на грузовых работал. Я говорю, а там же на легковых ничего, ты способный, все сделаешь. А потом, кого же больше посылать-то? Все уже ушли. Ты остался, да еще один. Ну, ладно. Утром, говорит, собираюсь, машина придет и поедешь в Одессу. Я бросил свою машину, рюкзак, сел, поехал. Привозит меня. Есть там такое... Вы не были в Одессе? Нет. Ой, надо посетить. Вот там отдельная переулочка, маленькая такая. Заехали туда. И говорит, вот ворота. Стучись туда, тебя откроют и все оформят. А мы поехали. И все. И меня оставили один. Я подошел, там щелочка такая вот, круглорочке. Сторож ходит, смотрю, там свинток с автоматом ходит. Автоматчик. Я говорю, слушай, я постучался. Он говорит, кто там? Я говорю, это я, говорю, передай адвитанту, что я шофер. Я говорю, а, о, тебя давно ждем. А Кузьмин что, ушел? Ну, он открыл, пришел адвитант, говорит, давай зайдем. Зашел к нему, ну, расскажи, где, что, чего. И он рассказал, все. Ну, теперь, говорит, жди хозяина. Хозяин придет, тебя вызовет. Ну, ладно. Указал, где расположиться. Там отдельная комнатка была. Там еще один был шофер. Два шофера было. Вот. Ну, там кровать стояла. И того шофера моего. И то же самое, радио такое легкое. И все. И я вот там у него был два года. А потом в Москву меня вызвали. Сюда, здесь управление ВВС на Большой Пироговской, дом 23. Это здесь как раз управление воздушной армии нашей страны. Я туда, я там возил всех командующих. А потом меня передало к одному начальнику отдела кадров ВВС. И вот я его возил. Он жил на Харшовском шоссе. Раньше там коттеджи делали для немцев, построили двухэтажные. И вот он там жил. И он работал до четырех утра. Ой, боже мой, все время ночью. Сейчас там кричат машину подать. Ну, я вставал, ехал, я с ним отвозил. И он говорит, как завтра уточком приезжает. Опять. Ну, вот так прослужил я там два года. Потом уже 49-й подходит. Я говорю, знаешь, что я говорю, я уже устал. Я говорю, хочу домой. Он говорит, да ты что, с ума сошел? В Москву в таком положении, что с продуктами тяжко, все такое. Я тебя оставлю в наемном, и ты возьмешь машину и будешь ставить у окна. А когда надо, я тебе позвоню, ты поедешь. И я говорю, это что-то такое новое. Он говорит, что я тебе сделаю, квартиру, все, только не уезжай, ради бога. Вот такой я был. Служивый. А скажите, пожалуйста, еще, что вы думали о действиях советского правительства на международной арене и внутри страны накануне войны? Ну, знаете, какой-то смута была, просто я же все-таки в политику не лазил. Вообще-то мы пацанами играли, бегали, что мы только не делали. Но политику мы только смотрели. То какие-то, кто-то изменник, только слышим, что осудили столько-то, забрали, кричали в книгах, зачеркивали, что изменник Родины. Вот такая смута была, непонятно ничего. Сложно было. Вот 37-й, 38-й год, 36-й, самые тяжелые были годы. Там неразбериха, кошмар, что было друг на друга. Кто не пишет, пишут, смотришь, М-ка приходит вечером, раз забирает, увозит, уже обратно никто не приходит. Вот только так все знали, если машина М-ка приходит во двор, то за кем-то приехала. Понимаете, вот так вот. Вот то, что мы не интересовались особо. Так, это войной, ну, как это, Чапайев фильм смотрели, там, и «Подик разведчика» вот это вот смотрели. Ну, и «Подик разведчика» тоже позже. А до этого там были картины. Махнова там все такое, не разберешься. Ну, пацаны бегали по несколько раз. А веселые ребята, я помню, раз десять уже не знаю, все, уже могу пересказать, как называется, что чего, где, что говорить. Ну, вот так вот. Ну, молодость, мы не интересовались этими делами, честно вам скажу. А как вы знали о начале войны? О начале? Да. А кто знал? Никто не знал, что началось. Это выступление Молотова. Он утром сказал о том, что вероломно напал. Ну, мы-то откуда знаем, что, как, кто виноват. Ну, там, видите, как сейчас вот историки находят о том, что там было. Гитлер, Сталин, что-то связано, это, я не пойму, не надо нам это. А она нам просто вот вот сказала, и уже все. И пошли все митинги кругом на заводах, везде все. Уже стали войска, брать на фронт уже все такое, народ. И пошло и поехало. А какова была ваша реакция? Ну, вы сами знаете, что в такие годы, как в семнадцать лет, было порыв, быстрее на фронт, на фронт хочется попасть. Знаете, как это точно. И комсомольцы. И все равно, меня взяли в семнадцать лет, не было меня, месяц до семнадцать лет, вызвали на Армянский переулок, у нас там было как раз военкомат. И вот там нас говорят, мы набираем самых лучших комсомольцев, лучшие гвардейские частя. А что такое? Да вот так надо срочно, не хватает шоферов, мы вас пошлем сейчас в школу, вы окончите школу и отправитесь на фронт. Ну, мы вроде, знаешь, как нас двоих вызвали, покореживались, покореживался год. Я говорю, а может быть достаться призыва? Он говорит, ну, хочешь пехоту? Ну, жди. Он, нет, я говорю, не хочу. Ну, тогда, говорит, приходи четвертого, у тебя повестка и все, с вещами, и поехал. Ну, вот так и получилось. Пришел домой, и мать заплакала, конечно. И как это было, воскресенье было, знаете, ну, мы вышли гулять, как обычно, на улицу, а уж август был, 2 августа. И шел почтальон, но обычный почтальон, это с ним все следили, кому повестка, кому погибшим, понимаешь, все это у нас, все в почте. И вот мы стоим, разговариваем, и она идет, ну, мы сразу внимания на нее, куда она завернет. Она пошла, пошла, раз, и мы в парадную мое. Боже мой. Ну, потом она вышла, я пришел, смотрю, мать плачет. Я говорю, ты чего? Чего? Вот тебя в армию забирай. У меня два брата уже были в армии. Один уже погиб, прямо в начале войны, а второй нет. Его забрали, он с 22-го года был, забрали, подвали на Урал. И они там делали каждый себе танк, и сделал танк, и отправили их в блокаду Ленинграда. И он там командиром танка и погиб. Так, хороший парень. Что вы думали тогда о причинах войны? Ой, такие годы, вообще сложно сказать, что мы думали. Да мы ничего не думали, мы с Каримовым фронтами. Уже вояки очень такие. Да, тяжело, когда вроде бы... Вот мы отучились, ночью по вечерам, все такое. А учились мы на Правде, станции Правда. Вот там была наша... А Завета Ильича там набрали, вот я как раз попал, учебный полк младших командиров. И вот мы там тоже учились. И вот ночью нас подняли по Тальвоге, построили, в электричку посадили. И в Москву. Приехали в Москву на утро. Пошли, поехали нас, повезли на товарную станцию, а там машин много стояло, полуутрок. Вот, говорит, выбирайте машины, все давайте, заводите, и на платформу. Платформу уже ставила для нас состав, и мы грузились. Сами все делали. Ну, конечно, ну, что там, я за рулем сидел 20 минут всего-навсего. И все так. И даже я был маленький такой, что пришлось под сиденье куртки подкладывать, чтобы достать, выжать скорость. А вы слышали речь Сталина 3 июля 1941 года? Да, конечно, тут все слышали. Боже мой, там продавали, во всех площадях, везде стояли рупоры, и все так же, все послушали, и все прохожие собирались везде, всюду. Конечно, никто не ожидал этого, понимаете. А какое впечатление они провезли тогда на вас? Ну, очень, конечно, скорбно. Очень скорбно, потому что смотришь, все пожилые и все в слезах. Особо то, у кого муж там, или брат, или сын отправляется на фронт. Ну, всех забирали уже, знаете, там, старшие, начальник, а потом дальше больше уже набирали до 50 лет. А вот когда нас вызвали в гвардейскую часть, вот это, я согласился, и попал, действительно, в гвардейские частя, лучшие гвардейские частя. Нас брошили, когда нас погрузили, когда мы поехали, уже зима, Новый год, уже началась холода, нас оделись иголочки, конечно, все новенькое, и вот на каждой платформе стояли одна машина, да, по-моему, одна. И вот каждый шофер углый, и вот так, и доехали, мы, ну, не знали, куда направление, нигде не говорили, куда это, военное, было такое, никому до станции, если даже опоздаешь, вот, на этот поезд уходит, приходишь на начальнику станции, вот мы со старшиной опоздали, да, как же нам нагнать-то? Мы пришли, говорим, куда вот такой состав, а нам не говорят. Как? Мы на ура, сели на электричку, и до конца доехали, слезли, и шел какой-то такой, пассажирский, мы на него сели, еще доехали подальше, и просто стали проезжать, и смотрим, эшелон стоит наш, мы выскочили, прыгнули прям на ходу, в общем, по уроду, и смотрел, старшина всю себе морду, а капиле, вот эта, галька же лежала, она побил, все лицо, но он был, вообще, героический парень, но ему было, он старше меня, я с 24-го, он, наверное, был с 20-го, или с 22-го, у него все было, в ординах и медалях, я ему как-то задавал вопрос, я говорю, где же ты воевал? Он говорит, всюду был, я только не был, понимаешь, только в одной части, раз, разбивают, никуда, в другую переводят, в общем, и везде, смелый, вот такой, пули боялась его взять, в общем, вот такой, вот, а когда сам повидал, да, да, а привезли нас в поле, под Воронеж, и мы стали сгружаться, вот такой ветер, пурга, метель, боже мой, ну, молодые вроде, знаете, действительно, только молодость выдержал, честное слово, там загнуться запросто можно, и вот мы стали выгружаться, выгрузились, построились, кое-как, отъедем, раз, у кого-то заглохло, у кого-то что-то случается, пока сделают, опять поехали, потом заносы лопатами кидаем, 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 поехали дальше, дальше едешь, опять заносы, опять, ой, боже мой, пока мы доехали до утра, какой, а куда стремились-то? Ну, у нас просто назначение было где-то в лес вот так, потому что деревень-то не было, одни были трубы, спрятаться некуда было, и вот у нас цели-то нет, и только к фронту, все, ну, счастье, у нас погрузили, зашли мы, нашли, стали уже воевать. А расскажите, пожалуйста, о том, когда и как вы были призваны в действующую армию, подробнее. А вот я вам и рассказывал, что нас вызвало вот второго, второго августа, военкомат, делали предложение, не то, что брали, но как комсомольцы, особый набор. И вот, и попал. А в каких сражениях или операциях вам пришлось принимать участие? оооо, это много, Вот начинать так надо. В какой город вы обороняли? Вот смотрите, у нас, когда мы разгрузились, это второй, Воронежский фронт. Второй украинский фронт. Я не знал его фронт, а знал, чтобы направление, вот, Воронежский фронт. И вот мы пошли, Харьков двора забрали, один раз неудачно, конечно, попали в плен, нас разбило всех. Это кошмар, вернулось очень, очень мало, совсем, прямо, посчитать, по этому, на пальцах можно, вот так вернулись. Ну, конечно, был приказ, взорвать все, и чтобы немцам не доставалась, такая машина, как Катюша, немцам. Все взорвались, и пешком, а куда не пойдешь, везде немецкие танки. Вот и все такое, окружение страшное. А город как-нибудь освобождали? А город, боже мой, мы же пошли так, сейчас скажу, на Молдавию, Плаешти, потом, дальше уже в Румынию, там Бухарест, там еще дальше, Венгрия, Вена, в Венгрии там Будапешт, но дело в том, что Будапешт был окружен, вы знаете, какие они злые, как они держали, два месяца не могли взять Будапешт. Вот в окружении, они все, самолеты летают, их сбрасывают, им там снаряды, правдовольствие, ну, конечно, все это расстреливалось, но все равно, два месяца держались, ох, они вояки сильные, были черти. Ну, после двух месяцев, все же, они сдались, никуда, разбежались все. У нас, мы дальше, на Вену, ну, на Вену, стал армия подходить, а там горы, транселивание, какая красота, это что-то бесподобное. И приказ такой, в общем, не стрелять, заходить в город, без всякого, чтобы никто ничего не делал, сохранить город, что называется, как он есть, красавец. и вот вошли, мы туда тихо, никого нету, жена война, магазины все закрыты, прохожих редко ходит, вымерший город называется, а потом, неделя прошло, и уже вроде мы там остановились, за Веной немножко подальше, туда направление, на Берлин. И все, потом сказали, что, не то, что сказали, а ночью, что-то, такая стрельба, такая страшная, везде, вот ужас, нас подъем, в ружье, там, автоматы, все взяли, думали, что прорыв немцев, а потом, никак не дозвонятся, никуда, спросить, что такое, а это оказывается, конец войны, кончилась война, и все, давай стрелять вверх, жутко, а мы, а у нас были шкассы, от вооруженных, от самолетов, и вот с этими шкассами, как, все, что жители Берлии были, все разбежались, никого нет, мы пришли домой, где мы стояли, никого нету, ой, боже мой, ну, дальше, что было, ну, дальше, так, мы там остановились, в одном графстве, Дорс-Страссе, сейчас уже, и не выговоришь, и вот там, была, наша армия, справляла годовщину, два года, как они формировались, два года, в общем, они воюют, и вот, там был такой, праздник большой, а Дни Победы, так что ж, знаете, что, утром приказали, открыть бочонки, большие бочонки, вина, сделали обед такой, что с Виновым совсем, и часовые напились, нам, нас могло, прям, бери вот за ухо, и бери, такой ужас, что было, кошмар, зато, весело было. А вы можете вспомнить один или несколько наиболее ярких боевых эпизодов с вашим участием? Ну, Курская дуга, Кишиневская, Ядская группировка, Корсин-Шевченковская группировка, вот, все вот эти вот, это, это самые-самые, где сражения были. А какое событие было самым трудным, опасным, тяжелым? Это Курская дуга, скажи другая. Была жара страшная, машины перегревались, воды нету, все высохло, даже вот, даже не найдешь, где машина парит, а не испаряется вода, и не найдешь водичку, чтобы заправить. В пустыне, там, ну, там, в полях, где же, не в городе, в самом, брались на поле, там, Курская дуга, там, в общем, вот такие вот, овраги-то, а в оврагах ничего, ни снега, ничего не было, и нет воды. Ну, в общем, само сражение, вот, наши Катюши там участвовали, я, правда, в само, вот, у меня заставили возить бомбы, потому, что, снаряды, спецснаряды, железнодорога разбитая, ездили за 200 километров, чтобы привезти бомбы, и вот, в ночь поедем, чтобы доехать, это, чтобы, а ночью, там, есть, заграда такая, ворота, стоп, куда едешь, путевку, показал, налево, я же говорю, мне же нужно туда, сказали, налево, и все, понял, нет, я понял, сворачивает меня, и говорит, вот здесь, три километра, госпиталь, поедешь, загрузишься, отвезешь их в другой госпиталь, и тогда поедешь, и вот, так же, приезжаешь в госпиталь, тебе нагружают, соломы, набросали, раненых, одни, одни тяжело, вторые полегче, и вот, выезжаешь, везешь, знаешь, уже дают направление, куда, привозишь туда, там не принимают, говорит, у нас мест нет, я говорю, а куда же я дену, что, я их выброшу, что ли, ну, в общем, кое-как там укладывали, там, улаживали все этот вопрос, и, в общем, ночь кончается, едешь еще дальше, потому что снаряд, надо привозить, приедешь на место, а место такое, голое поле, и вот там, загружались, уже дальше железнодороги нет, потому что разбитое все, в этом поле снаряды, вот и говорит, вот тебе на полуторку восемь снарядов, вот, убери здесь, грузись, и путевку отправишь, отметим, ты поедешь, вот нагрузишься, один, здоровый, я был здоровый, очень, ой, она же 2,10 длины, я вам расскажу, случай один, это было в Молдавии, знаете, вот так же на полуторке ехал, у меня была бочка бензина, в кузове, и я вот так нечаянно взгляну назад, смотрю, горит бочка, божь ты вон, ну, я сразу машину заглушил, выскочил, открыл борт, зачем я это сделал, ну, перепугался, что она горит, и спихнул ее, и засыпал песок, ну, мне нужно было собрать песок, и там засыпать, а я ее столкнул, подъем такой большой, и вот стою, думаю, сейчас, может, машина какая-нибудь поедет, что-то делать, надо, что-то поможет, ни к одной машине, ни одного человека, ничего, и думаю, как же мне быть-то, боже мой, и вы знаете, я подкатил ее к борту, вот эту бочку, и я ее вот так по борту, прямо осилил, и посадил на место, надо же такая сила, и вот, когда я приехал, рассказывайте все ребятки, он говорит, ну, ты здорово, а когда вот я уже из армии пришел, это, работал у Красных Ворот, и у нас там были штангисты, я с ними сталкивался, я всех кидал просто, потому что я был такой здоровый, плотный, маленький, ввертливый, это еще, это в 37-м году, я вам скажу, вернусь немножко, ну, что мы делать, пацанами, давай пойдем в бокс, боксом заниматься, пойдем, ну, что, пацанов, ну, у нас, ну, собрался, там, сначала, пошли, королев был боксер, непобедимый у нас, в России, и вот мы пришли, вот, на Цветной бульвар, в этот цирк, ну, нас взяли, стали, наверное, тренироваться, все, бились там, и один прекрасное время, надо было ехать в город какой-то, нас готовили уже к встрече, между городами, и вот перед этим, был, как раз, бой, мне как ударили в сколу, у меня скола раз, и туда, бой вернулся, мне поправили, и говорят, все, тебе боксом и заниматься нельзя, я говорю, почему, у тебя руки короткие, понял, ты иди, говорит, в тяжелую атлетику, ты там будешь чемпионом, у меня, правда, действительно, было здорово, я говорю, больше я никуда не пойду, я говорю, я уже получил, смотрю, такие, что было-то, конечно, а ведь, вот, полуторки были, они же военные, без зверей, зимой, заносы какие, ведь, даже машины не видно, вот такие снеговые, вот, рыли, такие, камбареры, прорывали, для того, чтобы машины проходили, и вот, часа три, роем, 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 потом, вроде, света нельзя зажигать, ночью, ни в коем случае, сейчас налетит, раззабит, и вот, вроде, очистили, поехали, поедем, едем, опять заносы, опять жить, ой, боже мой, а это еще мало, а вот, когда, на фронте, на фронте были, там, капаны, рыли, под каждую машину, чтобы, когда бомбежка, начинается, чтобы не разбить машину, рыли, вот такой, накат такой туда, ой, сколько земли, это, наверное, до Москвы, от Берлина, выжило, вот какое, что приходилось делать. А какое событие запомнилось вам, как радостное? Что, радостное? Радостное. Это День Победы. Тут, тут гуляли, это невозможно, как гуляли, это что-то было, шуму, грому, невероятное, что было, радость такая была. Мы знаем, что советские солдаты на фронте проявляли массовый героизм, а что для них было источником мужества? Я вам скажу, все, вот то, что я прошел, это выдержала, молодость, только молодость победила, только молодость, просто потому, что здоровая нас была. Я вот простыл, весной, второй раз брали Харьков, и в валенках, в март месяца мы в валенках, а нас нету, ни ботинок, ни оба, ничего. Весна, стаит снег, я мыл валенку, но я догадался, взял там, от ящика, где-то нашел, досочку, сделал, привязал веревки, и ходил, и все равно простыл. А стояли мы на ХТЗ, это Харьковский тракторный завод, там у них специально было построено двухэтажные дома для своих работников. Вот мы в одно, там располагались, у нас расчет был, восемь человек было при мне. Вот. И мы жили у этой хозяйки. Вы знаете, это что-то невероятное. Спали мы на полу, но Гоши, ой, это невозможно. Она прям, вот утюг нагревала, и вот ведешь, пошла, мррр, трещала все, ой, порно. А в снег выйдешь, вот так тряханешь, и весь снег живой. Ой, кошмар было. Ну, конечно, вот смотришь, пленного немца там, у него, его, смотришь, этот, рюкзак-то у нас сумка, а у него такое-то кожаное, как он назывался-то, забыла. Ну, ладно, неважно, у него там был и коньяк, и бритва, и мыло, и все было. Мы в баню, я говорю, в бане, и никогда не видели, только видели раз, что у нас, где-то страшина догадался, бочку нагрел, и говорит, снимайте все, гибностерки, бросайте туда, чтобы уничтожить, в бошене. Вот мы побросали, и все. А где мыться? Нигде не мыться. Там, говорят, вот иди туда, там вода холодная, что мы уже, какую-то мыться, так вот, побрызгались, пришли, оделись, и все. Это кошмар, вот за всю войну, так. Ну, потом, конечно, когда уже мы пошли по, за границей, там уже попроще, там уже жили не так, как наши. Там здорово было, конечно, такие глаза. А я вот хотела сказать, ну, прошло вот неделя, когда запретили вот штрафной рот, если кто-то чего-то позволь, это в Вене. Заиграла музыка штраусы. Ой, опять я не взял, надо было показать. Мы столько, нас возили специальные курсы, на это, на просмотр Вены, и был фотограф. У меня очень-очень много снимков. И вот и когда вот это нас повезли, в общем, венский лес нам показали, где все это, мы там побывали. И знаете, музыка такая играла, ну, сами понимаете, что такое штраф. И вот, и открылись сразу. Я раз иду, смотрю, передо мной вот этот вот дом, р-р-р-р, я смотрю, что такое. Открылся такое ворота. И оттуда машина выскакивает. У меня глаза на лоб. Думаю, боже мой, как так? Под домом, под таким машиной стоят. Видите как? В то время. Можете ли вы рассказать о подвиге, которым мы были свидетелем? Что, что? Можете ли вы рассказать о подвиге, которым мы были свидетелем? Свидетелем? Ну, что, я вам хочу сказать. Вот мы стояли все время в лесу, у нас нельзя было Катюше это все. Если мы отстрелялись, значит, жди, сейчас куча самолетов прилетит и все это разбомбит. И вот однажды корректировщик сидел на этом, на дереве и говорил там, говорит, в двух километрах коница появилась немецкая. Девя Катюше надо залпом стрельнуть туда. Они развернулись, гавкнули туда. В общем, там не разберели, что там было. Туда надо же идти или бежать, не знаю. А потом, когда мы поехали, то мы посмотрели, что мы наделали там. А там только одни пинки. от этого леса, куда они перебазировались снижаться. Всех уничтожили. Вот такое оружие было, хорошее. А за какие заслуги у вас награды? Ну, что у меня награды... Вы знаете, я тоже возмущался в этом. Вот тогда в Белорусском вокзале стрельки возвращались. Помните, показывали эшелон, приход. Что у них? Медаль за оборону. Ну, как вот, вот она, где у нас, скажем, вот, где маэстер. Вот она, за... 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 за Берлин. Что называется так. За победу в Отечественной войне. У всех только одно. Потому что, что получалось? В пехоте там больше недели никто не мог служить. Вот сейчас до сих пор еще награждают. Потому что никто не мог получить награду. И не знал, что его наградили. Вот он попадет там в госпиталь, лежит два месяца, месяц, и опять на фронт. Уже в другую часть. понимаете? И все вот это очень сложно было. Вот сейчас я смотрю в Грузии. Грузины все-таки подлый народ. У нас их очень много было. И знаете, вот они в тылу были. И все... Потому что Таташвили был начальнику БАО нашего, где мы обслуживали. И он всех своих наградил. Своих только. А нас никого. Мы день и ночь пахали, и мы ничего. Вот только вот меня вот когда дали мне за боевые заслужия, когда я поехал к этому генералу командующему возить, вызвал меня, говорит, тебе вот ты заслужил. Честно вручил мне медаль. А вот за боевые заслуги это вот за взятие Харькова там там тоже бои большие. Ужасные танки. Пии, тигры. Вы их не видели никогда. Не видели на Поклонной горе, нет? Тигры. вот мы наши Катюши ушли на передовую, а мы вот так остались, две машины остались в лесу. Там у нас снаряды были, все, машины, на машинах снаряды лежали. И вдруг там загорелась копна, там загорелась копна. мы все видим, он на горке так. Мы смотрим, что такое, бинокля нет, правда. Так смотрим, смотрим, первая линия обороны сорвалась, бежит. Вторая сорвалась. И все к нам сюда, мы уже выехали на шоссе, мы смотрим, нас окружают, потому что вот так вот танки. Все были здоровые, красивые, счастливые. Здорово. Девы? А с какими чувствами вы шли на войну и с какими возвращались? Что, что, что? С какими чувствами вы шли на войну? С подъемом. Ну что там говорить, молодость, я сказал, победила эта молодость. Это все, это радость и огорчение. А с какими возвращались? А с какими возвращались? Каким? Ну я от командующего. Вы сами знаете, у меня была форма офицера, во-первых, во-вторых, там вот эти все медали, пойдешь на пряжь, там Черное море прямо у нас было, два шага, шагни. В общем, приехала я домой, вот жена меня не узнала, она ведь тоже со мной была. И вот когда я вернулся, она же в Москве была, я ее увез в Москву и опять вернулся служить. Алтавская. И когда я зашел уже к себе домой, я загорелый, здесь кокарда, здесь фуражка такая, ну военной формы, офицерская притом. Все на меня там, мы что, знали же меня все. У-у-у, а прозвище меня Метелица было, о-о-о, как закричали, Метелица вернулся. Везде было хорошо, все дома. Это только ради того, что мы молоды были. Басманы район. Какой район? Басманы. А как воспринималось в начале войны то, что Красная Армия им пришлось отступать? А этого мы не захватили. Я же когда-то к нашему наступлению пошли, нас призвали. В 41-м году отступали. Отошли до Смоленска. А здесь Смоленска ее остановили. И вот бои были под Смоленском. Там же какая беда, там сколько. Вот я ездил на Прибалтик, у меня была машина своя. Мы ездили в Сербай в Прибалтик 20 лет вот с женой. И сын с нами ездил. И вот мы едем и везде всюду стоят памятники. Здесь их было там 300 тысяч. Из них погибло столько-то, понимаешь? и тут могилы там с таблички стоят. Ой, сколько там погибло. Это бои страшные были здесь под Москвой. Но я даже не попал, потому что это было когда в 42-м году бои под Москвой. А меня в 42-м уже забрали. Правда, после Нового года, даже до Нового года, все равно я не попал на фронт. Мы так нас гоняли. Там рыли вот эти бомбы, вот зажигалки все ночи, дежурили на крышах и запрасывали. Потом возили на машины, рыли вот эти канавы, что танки не проходили. В общем, досталось, конечно, что там говорить. А можете рассказать о своих командирах и кто из них больше всего запомнился, может быть? Я вам хочу сказать, когда у нас был Зеленчук, он еврей, но он в Киеве жил. И вот он наш командующий, прекрасный мужич был, прекрасный, просто прекрасный. Он всегда вручал, что не случится, он всегда спасал. Как-то выступал за нас, понимаете? Вы знаете, как попало? Я вот я вам расскажу один эпизод. Мы передвигались и в поле остановились, какая-то одна хатка уцелела, и та соломой, а пехота ушла дальше. Соломые окна были запечатаны, двери такая, туда сюда. И вот нас туда дали возможность немножко отдохнуть. В комнату там натопили, но был мороз сильный, каждые два часа нас будили, мы там прямо на рже лежали там на полу хоть немножко. И чтобы машину прогревать, чтобы машину все время на ходу. А вот я как-то ночью встал, к утру уже светлеть встал, я что-то такое встал, пошел, смотрю, что там через дорогу солдаты. И дурак пошел, я уже пожалел. Пошел, а там с автоматами наши, не наши, а может быть, черт ее знает, кто такие. Пленные итальянцы были на печке там в каком-то доме. Они их вывели, они все на коленах комрад, комрад просили, чтобы не расстреливали. И они стали их расстреливать. А я подошел и говорю, ребята, что вы делаете-то? Они говорят, а ты кто такой? И автомат на меня. Я говорю, ну, что, вот, вот, моя часть, мои стоят. Может быть, потому что они почувствовали, что могут тут же идти, а то бы расстреляли, убили бы. Я сразу побежал, прибежал, весь дрожал, думаю, черт меня понес туда. хулиганы были москвичи. Нас нигде не любили. Ни в одной армии. Как москвич, так вот. Лучше бы не было. Разбойники были страшны. Хулиганы. Вот так. А каково было ваше отношение ваших сослуживцев к личности Сталина? Не понял. Каково было отношение вас и ваших сослуживцев к личности Сталина? Было на всех бортах машин все вперед на запад да здравствует Сталин и все восхоление было большое на всех бортах машины танков везде же было за родину за Сталина писалось по всему вы же смотрите фильмы написано на танке на башне за Сталина вперед за Сталина вот в общем тогда было конечно как вам сказать это единственный наш спаситель был конечно но он много сделал конечно что там говорится на фронте были люди разных национальностей что по вашему объединяло представителей разных народов на фронте в общем я скажу что у нас были кого только не было и армяне и грузины и молдаване и украинцы перемешку и все жили я говорю все сооруженные и не было никогда убийства вот сейчас бьют как мы-то не стреляли боже мой это фронт прям фронт рядом скажем украинцы в три куда кого хочешь ну командиры были конечно совсем скромненькие не называли а называли там по фамилии знаете как там товарищ командир говорил там армейец такой-то оно ко мне сюда а просто называл по фамилии боялись потому что взад вот это еще много заключенных было они строяли взад понимаете это вообще кошмар изучали взаимное непонимание и конфликты на национальной почве не было не было у нас нет а во-первых мы во-первых не пили я вам хочу сказать первое что это было воронежем когда давали завтрак и давали стопку 100 грамм чтобы не замерзнуть а я отказывался потому что я пацан я еще не пел не знал и сзади меня старики слушай отдай мне отдай мне я говорю ну бери я же ничего кто кому достанется то и бери а потом стало холодно еще холодач стал замерзать и так нет это примешь ну там наливали вот такое а так вот когда были в водопеште с крючками этим вы знаете сколько там вина было это страшно все подвалы забиты вином у нас были вот такие вот шланги тонкие и вот бочки вот так вот гору тысячелитровые стоит и вот разливались по бочкам и в конце 50 бочка 50 литров и вот мы проходили везде потому что молодое оно еще кислое а есть вино у них там было 25 лет как зарождается у них сын там или дочь так сразу бочку наливали это уже для свадьбы готовили в общем вот там вина было вот столько и ничего не спился а некогда было пить потому что день и ночь вот говорят шофером шофером а нам знаете когда досталось мы спали по 15 минут едем едем сейчас стой отдыхать сразу на руку вот так падаешь минут 15 страшно опять заводи поехали все вот эти сон поэтому я привык не спать уже а на фронте вот часто складывалось тяжелое положение а как вам удавалось не падать духом и поддерживать воинскую дисциплину ну я даже на этот вопрос очень сложно ответить потому что делалось как и все старшина там командир роты там младшие командиры командир есть командир приказ все есть устав присяга была всем надо подчиняться всех выполнять вот так было ничего такого там не было ну я не знаю может быть в других частях и было где-нибудь но у нас не было а как встречали вас люди в освобожденных городах и селах с таким никого они прямо комрад комрад солдатом солдатом все зазывали там это угощали под машину кидались это вообще очень было хорошо но потом вот в Венгрии помню или в Чехословакии по-моему вот Буч возник по-моему в Будапеште нет в Чехословакии туда наши послали войска вот все дело попортили нельзя было этого делать ни в коем случае потому что к нам так добро относились последнее отдавали а мы приехали на танках и начали их обстреливать и что это такое а каково ваше отношение к немецким солдатам какими вы их видели и воспринимали ну как я раз видел стоял как вот пленных вели и один эсэсэсовцы выхватил пистолет почему иначе не знаю и застрелил командира который вел вот это пленных так знаете его растерзали разом на мелкий час растерзали ой самое страшное было вот вот это немцы они такие же как и мы но эсэсовцы вот это звери были они же с самого маленького с рождения их отбирали у матерей и воспитывали жестокости страшной они просто звери прямо сказать можно звери а приходилось ли вам во время войны слышать о власовцах или других предателях ну я вам хочу сказать что это о власове много слышал много много ну каждый в отдельности мы не собирались ничего не обсуждали только там ушло говорит предала власов армию понимаешь сама армия это не понимала куда что они потом почувствовали что они в плену а как вы относитесь к современным попыткам оправдать власовцева ну как вам сказать у нас немножко перебора было так неправильно что значит он был в плену и его пришел на родину ему 10 лет за что разве он виноват вы командиры судите разве солдат виноват солдат сказал пошли он идет а куда он идет не знаю и его же после этого его осуждает что он был в плену значит оно как было так было а почему не застрелились понятно попали в плен не застрелились вот как надо было видишь оказывается надо себя убить тогда был предан родине а зачем же так это надо сколько пострелять неправильно неправильно сталкивались ли вы со случаями дезертирства дезертирства у нас правда двоих отправили они не дезертиры были а как вам сказать ну отлучились от армии где-то были пропадали пришли это уже штрафная рота штрафная рота нам а то что там дезертирство не знаю это особый отдел а это страшная вещь была это если уж попал туда то тут уже не выберешься а расскажите пожалуйста о бытовых трудностях на фронте и как вы их преодолевали преодолевали ну как вам сказать я говорю вот хорошо я был на машине вот дадут буханку хлеба ее есть нельзя потому что лед зимой лед куда я хорошо у меня машина я поднимаю капот вложу наглушитель и она так а так есть невозможно вот когда мы ехали у нас колонна была ехали и машина у меня заглохла я туда сюда ничего не поймал что бегают старшина вернулся в чем дело я говорю вот что с машиной я говорю не знаю так если ты старшина тогда помоги а он мне говорит вот посмотрел на время через 5 минут не заведешь расстреляет видишь как было хорошо сзади ехал комбат и он остановился и старшина как раз ему докладывает он говорит оставь одного человека дай им бутылку водки дай им хлеба и пусть они вас ждут когда вы куда-то доедете до конца вернитесь и их отбуксировать вот как было это выручило комбат была ли любовь на войне а вот пожалуйста мадам ну где она не была что это же на то и живем она везде возникает ну что там говорить но нас предупредили там были такие вот ну освобождали же города такие там же красавицы были специально зараженные были а нам так сказали если кто-то заболеет талипером или там сифильсом то уже штрафная рота все тебе не потянет никуда но у немцев по-другому было конечно у немцев вы знаете что они там сколько там воюет три месяца или два месяца их в тыл других присылают и потом женщин привозят чтобы не вымерла нация понимаете чтобы делался у нас это не было а извести из дома когда и откуда вы писали домой и что сообщали родным о себе ну я мало его я вам и выписывал только потом у меня шел в тотем году отец умер и вот так же вот где я лежала на соломе меня толкает вот тебе письмо трехугонник я посмотрел а там ну родители пишут что отец умер ну а что кто меня отпустит куда я раздоберусь до Москвы в военное время о красавец идет а вы были ранены я сбежал с госпиталя убежал как меня в этот раз попусти на машину повезли в госпиталь привезли он говорит ты побудешь здесь а я сейчас вызову врача и мы договоримся пока он ходил я сбежал вот куда пойдем сейчас отстреливаю ты все рассказываешь ой а как же ну я-то немножко побольше прошел наверное а где и как вы встретили день победы 9 мая 45 года что делали что вы чувствовали ну что делали мы встретили как раз подвены вот Надя как как называется город где мы победу встретили как где победу встретили как город называется население ну время то прошло сколько конечно в общем там гулянку такую строили ой и вот красивые там там жили они здорово жили черти чего им надо войну какую-то было такие красивые места такие красивые все красивое природа там у них конечно там в марте уже тепло уже начинает вишня там что-то цвести так спасибо большое ну будьте здоровы